Мне стих пишите десятый Смотри, Псалом 118, 164 стих Я тебе оставляю эпиграф И чтоб ты его выполнила Давай, ну-ка, прочитайте Сейчас и найдем 118 118, 164 Что он означает? 164 Седьмикратно в день прославляю тебя На суды правды твоей Еще раз считай Седьмикратно в день прославляю тебя За суды правды твоей Семь раз в день чтоб было на молитве Семь раз У мусульман Два миллиарда мусульман У них намаз пять раз А у нас семь раз, Давыд говорит Несмотря на множество забот царских Административных Руководителей, военный деятель Иоанн Златовоз говорит, он находил время на семь раз А что означает один раз? Вот действительно дальше спросили Мне нигде я не нашел Я сам это Решил что так надо Вот один раз это означает Трисвятое Божьей милости Потом за молитвы Царю Небесный Трисвятое, знаешь? А потом 100 поклонов Полный поклон земных? 100 поклонов Тогда будет считать это разовая молитва Не поклоны какие? Поясные Поясные Так смотри пальцы, давай посчитай Положи так Вот веди 10 поклонов Иисусу Христу Господи Иисусе Христу И до болезни слова 10 Божьей Матери 10 Ангелу Хранителю 10 Иоанну Крестителю 10 Никола Чудотворец 10 Всем Пророкам 10 Небесные Силы 10 Мученики 10 Святителей 10 Жены и Девы 10 и 10 100 И каждый раз Вот 100 вот это И 3 Святые Это разовая молитва А потом своими словами Он может помолиться Но вот это должно войти Это 7 минут на это уходит И таких у тебя заходов Чтоб было не меньше семьи Может быть больше С мир вам С мир вам А это вот мой папа Такой он Отец вот мой Он был ему тут где-то Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Приезд Так, а это? А это Папина сестра Ну и их дочь Вот это Царёвы Вот Это Вот эти вот Вот эти вот Это все Царёвы А это Умновы Вот этого Царёвы Это были богатые люди Их выслали на Соловки В начале А потом Ну в общем Короче Они все погибли Погибли Вот А дедушка Хорошая власть Мы сейчас рассуждаем Вот с сестрой Тамарой Я говорю Ты Псалтырь Ты считаешь? Считаю Я говорю Какой у тебя эпиграф Из Псалтыри сейчас? Потому что В зависимости От времени То Меняется что-то У меня раньше Было 41 Псалом Написано Из того Узнаю Господи Что ты за меня Если враги мои Не победят А меня утвердишь Правде твоей Вот смысл такой Я этот Псалом Все время держал 120 Псалом Каждый день читаем А вот сейчас У меня эпиграфом стало Псалом 118 164 стих Я его каждый день Повторяю Вот этот стих Сейчас мы его прочитали Он звучит так Семикратно в день Прославляю тебя За суды правды твоей То есть Нужно установить конкретно В моей жизни То что делал Давид Он говорит Семь раз в день Прославляю тебя Как? Слава тебе Господи Или пошел? А что входит в это одно? Сейчас мы рассуждали Это три святоя Ну Боже милости За молитвы И паучи наши Это три святоя И сто поклонов Сто поклонов Сто поклонов Со своими словами Христу показал я Все Вот Это раз И вот таких вот Молитв Это занимает Семь минут Но ты можешь продлить их Не менее семи раз в день Не менее Семикратно в день Прославляю тебя За суды правды Твоей Вот что с нами было С родственниками Как-то коснулось меня Это суды И они праведные И за это все время Надо Бога славить Хорошо что меня постигли Эти болезни Операции Благодарю тебя Господи И это ты должна сказать Не менее семи раз в день Я как-то письмо Патриарху писал У меня бывает Ну это уже Господь так делает Восемнадцать раз в день На такую молитву Весь день наполнен Как одним дыханием Куда бы ты ни пошел Мы сразу остановились Молитва Вот у меня ребята В лагере работают А сосед Просит Говорит Ну когда кончится все Дай мне их Они поработают Мне надо подвал сделать Я говорю Одно условие Если семь раз в день Будете остановиться На молитву Хорошо Ну как корова Пошел Брось охапку сена На колени встань Что жена делает Это ее дело Ты себя знай Не прерывай связи с Господом Семикратно в день Прославляю тебя Господи Слава тебе Не бойся имя Божие Назвать Бог Иегова Бог Иегова Восемь раз встречается В Библии А на самом деле Оно встречается Более семи тысяч раз Где Господь говорится В оригинале Стоит Яхве Иегова Мы имя Божие Забыли В церкви его не слышно Ни в проповедях Нигде А он Савов У Бога около пятисот имен Но он Открывался людям Как тебе имя Спросил Моисеев Ответил Иегова Иеря Богу смотрит И Авраам Открылся Иегова А почему у нас его скрывают Я на этом основании Ну и в книгах Везде стал вкраплять И сейчас уже заговорили А то там Иеговисты ходят Иеговы Поведут Если они говорят правильно Надо принять Они неправильно этим именем пользуются А мы должны прославлять Бога Семикратно в день За суды правды Я переписываюсь в интернете Такая система Мейлру Мой мир С мусульманкой Ее звать Самира Самира значит По-русски собеседница Она знает русский А в свое время Училась в Баку Преподаватель Теологического факультета В университете Она знает арабский Знает азербайджанский Турецкий А вот это тоже знает А? Я родилась и выросла в Баку Она тоже знает В Баку выросла Так Эти языки Азербайджанский 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 да? Да и персидский А еще какое? Персидский Ну иранский Это я не знаю Вот И мы с ней переписываемся Она очень духовная Она все обращается Учитель Отец Игнатий скажите Она со своими студентками С учащимися Считает псалты И в православный монастырь ходят Ее уже не раз там говорят Зажимали свои моллы У нас с ней прекрасная переписка Я думаю сейчас Вот побудем мы здесь Еще в месяц в Ставрополье Потом в Краснодарском крае Поработаем И спустимся туда вниз Грузия Азербайджан Баку Свою родину И она спрашивает А сколько Богу даете поклонов? Слово какое Даете? Ну да Мусульманов А не поклоны Очень интересный человек Именно о молитве В какое время встаете Ее так это интересует Это живая связь с Богом Если этого нет То механически Механически Можно все научиться делать Робот Поклонился Ты внутренне Должен Соединяться с Богом Я поехал в Москву Я имею И тот не его Вот определяй А я имею А не имею Слово Божие очень четко Это показывает Кто Духа Христова Не имеет А святые отцы Понимали это? Мне кажется А вы его раньше знали Простите? А? Раньше знали его Этого батюшку Да, раньше знали Он к нам приезжал С группой детей В наш лагерь И я у него был здесь А вы его слышали? Нет Отец Игумен Сахаров Игумен У него там Патриархи приезжают Служат Он все ведет По старому обряду Служат На Московской Патриархии У него, наверное, храм Единственный в Москве Который он, наверное, не принял Вот когда начинаешь думать Итак Если у тебя Отец Есть И ты попросишь хлеба Подаст ли он камень? Попросишь рыбу Даст ли он тебе змею? А рыба тогда змею Как похоже-то А камень А хлеб и камень похожи И попросишь яйцо Даст ли скорпиона? Итак Господь просящим Даст Духа Святого Не написано Духа Святого просишь А ты хлеба просишь А он даст Духа Святого Ты просишь рыбу А он даст Духа Святого Почему? Потому что Все собой наполняет Дух Святой И ты в Духе Святом Воздвигни этот хвалебный гимн И днем и ночью Богу Мы на земле Должны уже сейчас Так соединиться с Богом Чтобы переход Из этой жизни в другую Не был для нас трагедией А мы знаем Это должно быть Я освобождаюсь От тленного тела И мы сродниться Даже с ангелом Потому что между ангелами С человеком перегородки не будет Там вместе воспевают Хвалу Богу Как откровение написано Понятно? Это вы говорили там на проповеди Да Это я на проповеди Все это сказал Перед народом Это все записано И в интернете стоит У нас очень Мы оставили Кветочки тебе Подашь ей тогда Наша жизнь Наша жизнь Коротка словно Птицы полет И быстрее Человека Улетает вперед Если есть осознание Краткости То в эту краткость Надо все время Вплетать Все таланты Свои Чтобы успеть Их развить И отобразить Бог то потребует Таланта Один талант И зарытый оказался А два и пять Принесли плод А как я узнаю Какой талант Это я разговариваю иногда Братья Сестры Свой талант Не знают совсем Я говорю А ты молишься о том Чтобы он раскрылся А как То есть совершенно не знают Священники Почему этому не учат Талант Нераскрытый Закопанный Свяжите по рукам И ногам И бросьте возьму внешнюю Считала? Значит Отсюда вывод надо делать Что Как мне Бог это открыл Я должен дать другим Чтобы все свои таланты Развить А для этого Бога надо просить Советников Помощников И наставников В Варшаве были В Чехии В Братиславе В Словении В Сербии В Австрии В Болгарии В Румынии В Венгрии Это сейчас мы прошли А до этого На Украине Сейчас книги Есть у меня В Киеве В Библиотеках Центральных В Харькове В Белоруссии Сегодня мы В Молдове В Кишиневе И в Тирасполе А книги Это самая долгосрочная программа Вот я поговорил Ну что ты запомнил это А если что-то в книге неправильно То это очень опасно Да Если что-то там неправильно Да То очень опасно Это опаснее чем что-либо Да Это очень Там Копылова поет Копылова слышали Да Вот поэтому И надо Говорят Немногие Делайтесь учителями Не просто так Вот они сейчас написали книги Какие-то Я в любом месте Вот выступает даже патриарх 60 вопросов Я разбираю Два вопроса Правильно так отвечено Вообрази какой процент Так там и в книгах Наверное тоже есть ошибки Любой человек Любой человек Ошибки делает Так что А если Игнатий В ваших книгах есть какие-то Но слово а если А вот это если Я им предлагаю Синодом 12 лет И ни одного слова не могут найти Это проще всего было сделать А если Ну под этим признаком Если А если ты с лестницы сорвешься Пойдешь Она такая Хрупкая Ржавая Да еще перила такие Гнилье А если ты упадешь А так Ты все равно идешь И держишься А здесь Каждое слово Выверено По слову Божию В каждой книге Примерно три тысячи Выдержат Священное Писание Библии Согласно канонам Житей святых И указано место Откуда это взято А под страхом А под страхом того что Ну не так Под страхом того что Трудно рожать Тогда не прекратить Рожать вообще не надо Тогда вообще А вот Опасно Опасно Неурожай был А Златовоз говорит Хотя бы пять раз был Неурожай Старусеем И на шестой год А иначе Иначе нам Помирать придется Я говорю А ты можешь Вот сделать Цензоры были Мои книги брали Там митрополиты Назначали комиссии Ни одного слова Это не день Не два Двенадцать лет толкутся Но им не нравятся Почему А потому что Там нет одобрительного слова А там говорится Так как Бог говорит Так говорит Господь Самов Я привожу место оттуда В кавычки взятое Или жития святых Жития святых считают Почему же не делать Так как оно написано Там столько молитв Своими словами И у меня вот Седьмой, восьмой том Два тома По житиям святых И оттуда просто Места по определенной тематике Почему не было благовестия Вот это что Мусульманство Что вот это сейчас Угрозы Теракты Это все на совести монашество Я это все должен А почему не было проповеди Монашество Андрей Кураев такой диакон Слышали? Да Вот он говорит Магомед Мухаммад Он умер в 632 году За шесть столетий Ни одного проповедника Не послали в Таурега Ни одного Кирилла Немефодия Ни одного Токонологи брали и встретились уже На полях сражений Нормально? А монастыри кишили монахами У одного Только этого По хоме Одиннадцать тысяч мужиков Одиннадцать тысяч проповедников Проповедников заглушили за стенами Как сейчас исследуют и говорят И они Говорят Это самые ревностные Крепкие люди были Запечатанные стенами Они уходили в песок Не давая потомство И ни одного проповедника А как он пробудится то? Нашелся другой Пришел с мечом Теперь разумляет Обычно Когда отец уходит куда-то То детям наказывают Последний наказ Смотри не забывай Кормить корову Подавить ее Еще раз уже С подошки поезда И Господь Уже готовясь Вознесись и говорит Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие всей твари Это последний наказ Он сейчас на исповеди священник Исповедует Он хороший Он добрый Я спрашиваю батюшка Как часто люди причащаются? Ну пост будет причащаться А что ты спрашиваешь их? Ты спрашиваешь о том что Проповедуют они или нет? Благовествуют? Нет Да какая же это исповедь? Ты самого главного не спрашиваешь Если человек в Духе Святом То говорит Иеремия Я хотел молчать Но внутри меня был как разлитый огонь И я не мог удержать Так она? Так тоже Пророк Все должны идти Вот как Уходят у сектантов Свидетели Иеговы А они от дома к дому идут Вот она мне звонит Я говорю А кто вы такая? Вы хотите Библию изучать? Я говорю хочу И она сразу адрес Ей 84 года Она осталась одна дома Но она дома не сидит Она внучку взяла за руки И от квартиры к квартире идет Свидетели Иеговы такие ходят по домам Надо поучиться Ну вы никого-нибудь вылили из этого заблуждения Иеговы Получается? Это очень трудно Трудно Там мне кажется Уже Дух Святой похулен Вот такое у меня мнение Вот у меня баптисты есть Они почему-то не обращаются Пришли адвентисты Приняли крещение У меня было одно время Из ИПХ 32 человека сразу пришли 32 А что это ИПХ? А те которые подпольщики Они не паспорта не принимали А истинно православное И детей в школу не пускают А истинно православное А вот эти самые А сколько этих адвентистов? Адвентистов у нас есть А теперь ее Ну а мать то Я не знаю Она либо пошла на пенсию или нет Она врач И дочь закончила С красным дипломом врач Из адвентистов Они православные У адвентистов столько хорошего Их надо просто увидеть Я не Когда работаю среди сектантов Я не могу сказать Баптисты они плохие А то она скажет Да как же А Василий, Ефимович, другие Куда деть? Хорошая Но не церковь Самое главное Не церковь Потому что нет рукоположного пастырства А значит нет таинства Мы должны реально смотреть на эту жизнь Православные православные А что вы хвалите их? А то что ни один адвентист в субботу не работает Они ищут субботу А мы воскресенье нарушаем С нас Бог спросит за это Почему мы нарушаем? А они ни разу за 250 лет не нарушили ни один Вот я сторожу Основной адвентист Печку топить надо Холод же, зима 40 градусов мороза Он решил дрова заранее заготовить в пятницу Чтобы готово было А в субботу только спичку поджечь Так они обсуждили и решили Мерзни, но не зажигай Написано, не зажигай огня твоего в день субботний Я не за это Но, однако, поучиться надо У меня с брата Акима В армии служил адвентист Ну, советские то узнали Он адвентист Он в армию пришел Его посылают работать в субботу Он говорит, я не могу Я в пятницу Давайте две смены В воскресенье две смены Нам не надо И он на шесть дней В карцер Из карцера вытаскивает его В субботу Он опять не идет Его опять на шесть дней И он всю службу в карцере просидел Да какая же власть то дурная Да он столько мог бы наработать Он честный Он трудяга Ну, безборный Надо было сказать ему только одно Ты скажи, когда твоя суббота будет Ну и этот день отдыхай Остальные дни работай Я в лагере когда был Со мной работали два эговиста Освете любого Они в армии служили По три года Накручивали Они были Какие они хорошие ребята Да они в заблуждении Да они не знают Но они хорошие Они ревностные Они мне можно сказать По хорошему завидовали И что вам Библию дали Из дому Она мне разрешает Они ко мне придут хоть посчитать Надо увидеть хорошие везде Вот у меня мусульман нравится Какой обычай Как они одеты С какой строгостью держат А у нас все Распущено Развязаны Я постоянно это почерплю А мне говорят А что мусульман хвалите А слишком много хорошего у них Вы знаете Чтобы узнать мусульман Надо с ними пожить Я среди них родилась и выросла Я знаю что такое мусульманство А где? В какой стране? В Баку Я в городе Баку родилась и выросла То есть да В мусульманстве есть ряд положительных Скажем так Качеств Но есть и отрицательные И сейчас там люди не живут Скажем так По мусульманским обрядовым моментам Они живут точно так же как и здесь Вот я знаю мусульман Вот мы сейчас были в Софии Едет женщина На машине за рулем Люба Мила Полный хиджаб Она одета Как она смотрит Американские женщины Выступили в газете И говорят Как мы завидуем вам мусульманские женщины Как вас сохраняют мужья одетые Нас раздели Выставляют на плакатах Ну посмотри везде Все это вывалено Ходят в одних трусах Страм один Она идет Она плывет буквально Это вы которые В городе Баку так не ходят В городе Баку ходят точно так же как и в Одессе Это Это такие мусульмане Неистинные Нет 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 Возьмите Саудовская Аравия И прочее Она из дома не выйдет даже Ей не разрешат Она одета И у меня записаны ролики Они выступают разные Имамы там Мулы шейхи Сестра Надень хиджаб И дальше по этой хиджаб Форма какая Одевается Смотрите сейчас жарко будет Не сгоришь Там жарче будет огонь Девочке 13 лет Побежала за водой Я сегодня рассказывал А чулок сполз у ней Отец ее остановил и говорит Там Ты натяни еще локт Она говорит Ну неужели это так важно Я до колонки Он говорит Ты спасешься Вот это место голое Будет гореть в огне Тебе понравится в огне? Это мусульмане Это мусульмане Мусульмане Она подернула И побежала Мы отъездили в Красноярске Где бы мы ни были Если мусульманка идет Она одета по полной форме Как положено Он рядом Ну это если такая Получается Религиозная Скажем так Да А не религиозная Какая она не мусульманка? Она говорит Жарко Он ей отвечает Ты мусульманка Ты приняла ислам Поэтому ты приняла все Понимаете Нам учиться надо У мусульман столько Я знаю хорошего Такие у меня С ними переписки где-то Вот я в тюрьме Когда вышел И теперь я сотрудничаю с тюрьмою Приношу нужное А там мусульмане Ну бывает За тяжелые преступления Я в первую очередь Стараюсь им помочь Почему? Другой народ Другая пища Другие отношения Ему надо выжить Да посмотрели Как они относятся Вот я сидел В Жанатасе Казахстан Как они относятся Они за меня заступались везде Мусульмане Вот ко мне письма приходят А Кудиринов кажется Замполит Он отдельно меня вызовет И скажет Из сейфа письма Достанет Вот письма из ООН Пришло из Японии Из Америки Я не имею права отдать Ну вот тебе Но мне сообщили Что моя близкая подруга Умерла Ей 75 лет было Мы очень дружные были И он видел мое состояние Он говорит Вам что сейчас нужно? Я говорю Мне нужно одному побыть Поплакать Он меня в кабинете запер И я там полдня проплакал Простоял Она была близко и близко Она была беспризорная Но мы с ней вместе везде ездили И она даже я сидел в лагере У нас Надежда Васильевна приехала туда У нее детей отняли Она Она Когда меня судили А это вот Это которая Это Тоня Ну наверное нет Ее звать Антонина Георгиевна Тоня Антонина Тетя Тоня Тетя Тоня Которая в окна заглядывала Детей смотрела своих Да Как они Там что то видимо такого не было Ушла чтобы паспорт не принять И из дома ушла Да Любящим Бога Призванным по его изволению Все содействует ко благу Я готовилась к проповеди сейчас Я главный упор взял Призванный по его изволению И вот этот вопрос призвания Надо решить уже сегодня Призван ты или не призван Если ты призван Ты во всем должен увидеть Благодяющую руку Божию Как он тебя встретил Как привлек Как положил тебе на сердце Уверовать И тебя все время будет Слава Слава Господи А вот тогда было Я ведь могла о вас противиться Но до у Божия Отодвинул сомнение Я приняла Благодарю тебя Вы же знаете Андрея Критского канона Считали? Вот Я этот канон Возвел на вторую и на третью ступень Он на первой ступени стоит Это он написан для оглашенных И никто об этом не говорит Ты еще сто лет И стоит на одном месте А сейчас все А почему до вас никто не сказал? Вот этого я не знаю Я это увидел А почему он написал? А почему по милу мя Боже Давид написал? Потому что с Версави Впал в грех И предусловие Когда Давид ходил к Версави И на фан обречил И дальше 50-й псалом По милу мя Боже Андрей Кесарико-Подокейской Он Нет не этот Критский Он Подписал анафему Шестому Северенскому Собору Севертиками А потом вдруг схватился И сказал Что я сделал? И называется Дезвуация своей подписи И написал этот канун покаянный Этот канун для оглашенных Этот канун надо возвести на три ступени Три ступени молитвы Первая молитвенная везде Это прошение Дай Спаси Сохрани Защити Тут кто на этой ступени? Мусульмане Буддисты Православные Баптисты Все тут на этой ступени Ну что? В храме много студентов Почему экзамены сдают? К осени пошли взрослые Что? Сыновей в армию берут Господи защити его Чтобы чечни послали А вот вторая ступень Это благодарение За все благодарите Первое офисное кийцам 5.18 За все И ты не высчитываешь Что это хорошее А это плохое То что кажется сегодня плохое Будет самым хорошим И заблещет всеми алмазами Благодарение Ты уже ляжешь наверное К примеру сказать так Тяжело долго сидеть Пусть она ляжет Ложиться надо? Да Она просто приляжет И все Иди ложись Ложись То что покаянные Эти псалмы Касается оглашения Словословие Им нужно все Возвести на 2-3 ступень Почему Этого не видят? Я выставил в интернет Ни одного возражения нету Один вопрос Я говорю А почему никто не написал Тысячу сто лет прошло? А я этого не знаю Это Бог делаем Вот сейчас Я говорю Трехтонник Самая Можно сказать Такая Грабительская Это Украина Везде проходили Все легко Как только доходим До Украины Скажи ты В горло Прямо сцепляется Отдай то Отдай это Прямо обрывают все с тебя А что говорят отдать? Ну через таможене пропускают А что дать Сколько требуют? А? А что требуют дать? А что делать? Деньги Деньги? Он не требует Дай деньги Там вот так тебе ставят Такие условия Что ты вынужден Я тогда беру Трехтонник пошел Вы знаете евро Евро это Международная валюта Я ему дарю На 75 евро Трехтомник Так он же Их читать не будет Ему это не надо Читает Просят Просят Там будет читать Там 240 только картин Лучших иллюстраций Библии Гриста Вадаре Раскрашенные Надо показать Надо показать Завтра Я его издал Впервые Впервые За 2000 лет Вышел Новый Завет С полным Полным толкованием По святым отцам С откровением И откровение Которое обработал Отец Геннадий Фаст По всем святым отцам Все что они сказали Как раз толковали И опровержение Всех сектантских Мудрований Одновременно Такой есть Трехтомник Да Но у меня с собой Здесь Да Впервые За 2000 лет Ни западные Западные Католические Ни восточные Православные Не издавали Блаженов и филакт Толкования Откровения А откровения не было Теперь у меня в одном Все собрано Но я даю 297 Комментариев Еще на Блаженов и филакт Усиливая места Где говорится О любви к Слову Божию И к проповеди Тома Тебе плохо? Ты приняла таблетку? Нет? Игнатия Ни одной таблетки не принял Не ешь Когда ему делали операцию Еще не будет У меня сколько операций было Ни одной таблетки еще не съел за жизнь Это яд Найди какие-то травы Запарь Пойди купи в аптеке Ну это ж трудиться надо А это взял таблеточку Смел и готова Я ем На труд большой Я скажу какое Чистый настоящий мед Ложечку его в теплой воде на ночь Тебе плохо пить ложечку Ты вчера не принимала? Принимала Так Теперь не позволяй Чтоб с тобой разговаривали как с больной Ты уже в этом плывешь Подгребайся к берегу Когда спрашивают А чем болеешь с пенсионера? Я спрашиваю А что это такое? Ни с чем не болеете Понятия не имею У вас что-нибудь болит? Я говорю болит Но это не болезнь Это естественно Организм стареет Листья падают Ты посмотри Как я еще бегаю На велосипеде катаюсь У меня три голубятни Одна голубятня 9 метров 60 сантиметров Я туда сную Это элемент воспитания для ребятишек Я же в начале детского лагеря И мне надо их воспитывать Вот в прошлом году мы доехали до Москвы На своей машине Ну да с вами кто выше на дерево залезет Я с вами посоревнуюсь Давай Давай И доехали мы до Владивостока И находки В прошлом году А мне после операции На позвоночнике Операция У меня еще две грыжи там На стройке Всю жизнь работала На садах И я в машине еду Мне нельзя трястись Мне нужно только лежать Или стоять Четыре месяца было Но я постепенно дошел на это Вот сколько времени Мне за лет пять Я не мог больше наклониться И детям говорю Я не могу после операции никак Но желание внутреннее было Я вдруг хряснула Я сейчас смотри Господи Слава тебе Как будто ничего не было Бог видит желание Операция такая Перед операцией Меня на каталке катали У меня защемление там Это все Ну грыжи Сделали операцию Ну маленько там нога Она онемелая А где операцию делали? А где это? В Барауле В Барауле Вот что интересно Когда я был На операции Сказали Перед операцией Бороду убрать надо Я говорю Это никак нельзя Ну а как Начальник подошел Который операцию делает А почему не хотите как Я говорю Я верующий христианин Еще же ради Хорошо мы сделаем Без этого Вот они привезли И в рот Когда толкнули Наркоз Ну я поплыл И все Очнулся я уже На постели И они стоят Врач Хирург В ногах Чувствовать Перерезали нет нервов Оказалось у меня Устройство позвоночника Не такое как обычное Обычно там где выходит Два канала У меня один Один И в нем переплетены Все нервы Ну бывает такое оно Редкий случай И они боятся Что когда делали операцию Подпилили нервы Ну Действительно Но она много Видишь как И даже не заметишь Она меня не хлюпает Ничего Ну вот я А ходить то надо И такая коляска Ну как больная Вот так И она на колясках Я потихоньку А он проходит Ты эту бричку грузь Она тебе не нужна Я говорю Говорят корсеты Корсеты не нужны Иди в спортзал Я сразу в спортзал Там уже лег Я сначала Одной ногой Пошевел Другой Меня через шесть дней Выписали Но сказали Четыре месяца Чтобы я не сидел Поэтому я Обедал Стоял всегда Передо мной Ванна большая И на ней мне обед Давали и я ел А везли меня С вокзала Солома Привезли Положили на сено Солома Так и привезли Месяца Ты не радуешься У тебя же ангел рядом Ты не радуешься Нет Говорит Я понимаю Нет внутри радости Внутри нет Что же это Что ей сказать Как ей У нее вообще нет радости Никакой Как же это Что же делать Какая страшная жизнь А мы бывает Попадаем в такие ситуации Она молится Она читает Евангелие Она в церковь ходит Она причащается Она все А вот у нее Вот болезнь Вы скажите ежедневно Чтобы она прочитала Посланник филиппийцам Запомнишь К филиппийцам Послание радости Павел одной рукой Прикованный к стене С него там Слизь какая течет И пишет Радуйтесь Еще раз говорю Радуйтесь И дальше Всегда радуйтесь За все Благодарите Ты должен Знать что на земле Миллионы людей Которые тебе Позавидуют Ты сегодня Сытая 150 Сегодня примерно 80 тысяч Умерло от голода Тысяч А ты Сытая Теперь Миллионы людей Покинутые Которые негде голову Преклонить И когда с такой Бомжиха разговаривает Она говорит Ляш Ляш Не надо тебе это самое Ляш со всем Ляш со всем Ляш со всем Ну что пойми Ну ты же не мешай Я вижу что ей Это не ее Я же ее понимаю Это уже пришлось И нельзя этого делать Что нельзя Вот смотри Ладно Сколько людей Которые потеряли все Жилье нет И она говорит У меня самое большое мучение Вечером Когда нужно искать Где ночевать А я иду И на первых этажах Вижу как люди Койки расправляют Там Постель Я думаю У меня тоже была постелька У меня была подушечка А теперь я Выброшена одна Картонку найду Где-то под дерево Легла или где-то Кто это говорит? Та, которая потеряла жилье Таких людей Миллионы В Индии Везде Ну ты с ними себя сравни А ты одетая Сариса настоящая Пришла к нам Вечером Смотри ты какая И у тебя еще и квартирка дома Да как же я могу роптать-то Господи Сколько людей Переломаны Которые руки Ноги отрезаны Лежат Вот есть такой Юноша Ник Вучич Вучич Не слышали? Ну он серп Водопад Когда жена рожала У него того человека Это этого Ника Никата Николая То Он присутствовал при родах И увидел что ребенок родился Руки нету Представь ребенок И отец видит рождается ребенок И руки нету Он чуть в обморок не упал Он вышел к стенке Присталился в коридоре Прошло время Ребенок там заплакал Жена родила И он еще не опомнился И говорит врачу Что он сам в самом деле без руки Он говорит, нет, у него обоих рук нет и обоих ног нет. Обоих рук нет и обоих ног нет. И он всемирно известный проповедник. На стол его ставят, он веселый. И сейчас женился она, как называется, поп-модель. А, топ-модель. Топ-модель там. Вот так. Там в Таиланде или где, пока ребенок родился недавно. По всему миру везде проповедник. Что это значит, она топ-модель? Ну, модель, она демонстрирует одежду. Она красавица. И она за него замуж вышла. Ему коляску такую сделали. Ну, она его катит, он ровит с ней головой, такой веселый всегда. Он играет там на... А он же какое исповедание? Ну, я не знаю, какое там исповедание, но серп. И вот он собирается в большие залы. Его на стол ставят, он сидит там, это пинг-понг, вот-вот. Ну, что, в футбол играть? Это только он забросит, у него маленькая ласта одна, как бывает, у тюленя ласта маленькая одна. Другой ноги нет и двух рук нету. Он постоянно веселый. Как он расчесывается, как он плавает в бассейне, как он едет на этой машинке. Все абсолютно сам делает. Этот человек ни рук, ни ног нету. И он болеть себя не считает. А как он делает это? Может везти машину или штаб? А вот так. Родители, в первую очередь. Дальше, он веровал во Христа. Он живого Христа проповедует. И люди, глядывая, они на него все поднимаются. Как я могу жаловаться, когда обрубок какой-то. Ну, там смотреть не на что-то. У него улыбка все время. Что ты хотела сказать? Ну, я другое. Слышала такого? Ник Вучич. Нет, я этого не слышала. Ну, другого я слышала. У нас есть записано даже на диске. Проповеди его. А? Проповеди его. Нет. Он проповедует, жильем движется. Видео надо, чтобы видеть. Вот, а как вы вообще объясняете это? Как это можно понять? Вот мы, милосердие у нас было. До милосердия. Вот там вот она заведовала этим домом. И там у нас были... Мы туда брали самых несчастных людей. Бомжи, там такие тяжело больные, всеми оставленные. Мы находили по городу, находили адреса, которые к таким приходили, что они уже погнившиеся. Все были в червях, прямо вот так черви с них вот падали. И этих людей... Я выгребала черви с ягодицей, камфорным заливала спиртом к вочам и вымывала. И через две недели все зарастало. В общем, мы выхаживали вот этих вот... Теперь есть милосердие, но туда уже не принимают несчастных. Это за деньги. А тогда мы только с самых-самых, какие были несчастные по городу. И вот такое явление, что когда эти люди, вот эти бомжи, вот эти вот там... Вот один такой был без ног, без двух ног, на такой... На площадочке такой... Его там подобрали, он весь был замерзший, грязный и все. И вот эти люди, когда они приходили в какой-то человеческий вид, когда там им и пищу подавали, и давали им и читать, чтобы они что-то читали, все... Они возвращались назад, на свое место туда. Вот этот, который без двух ног, я забыла, не помню, как его звали. Он там побыл, значит, сколько-то там, полгода или сколько. А потом он начал... Он на такой площадочке, на колесиках, и руками вот так толкался... Он просит милости, и пьет, и пить. И потом он один раз вышел, значит, а потом второй раз стал выходить, приходил уже оттуда с улицы грязный весь. Ну, в общем, уже... Так, вопрос в чем состоит? Вопрос в чем, как понимать вот это, что люди эти... Ну, у нас ни одного, наверное, ну, может быть, кто-то был, я не помню, которые бы остались, которые бы пожелали жить нормальной жизнью в человеческом... Это во всем мире такое. Все возвращались назад... Проповедник, архимандрит, зарубежный, из церкви-то, и об этом же самом говорит. Твой труд не пропал, твой труд при тебе, награда твоя, а за остальное ответят они. А какой архимандрит? Так проповедует. Это? Да. Ее аким пар, он за рубежа, это надо просто показать, а на моем форуме они есть все. Нет, ну хорошо, но это что касается тех, которые этим людям как-то их стараются, значит, вывести с этого состояния. А что же это за состояние вот этих людей, души их? Неизбранность. Вот почему они не... Я ответил уже все. Неизбранность. Апостол Павел в посаде к римлянам это подробно объясняет. А вот по этому моменту у меня есть вопрос. Вот за мной-то... И спасение зависит, говорит, не от подвязающегося. А сюда подойдите, чтобы поближе к нему. По поводу избранности. Да. Мы говорим, в Евангелии написано, что вот, говорим об избранности. Да. А в то же самое время же написано и сказано, что Господь всем желает спасения. Это никак не опровергает то, что... А вот вы мне, пожалуйста... Желает. А теперь, слушайте, Господь говорит Моисею, ты иди к нему. А давайте, ты иди к моему, Моисею, к фараону. А фараон, может быть, лежал и думал, я так предполагаю. Что же я делаю-то? Младенца погубили. Дай-ка я отпущу народ. Моисей в это время идет, и у него такое расположение у фараона. Только отпустить. Отпустить народ. А Господь говорит, ты иди, а я, Бог, ожесточу его сердце. Тому осталось только скобку затронуть, и вдруг фараон, кто там пришел? Ну, придется выдать. Гони его отсюда. Никуда не пойдет народ. Внезапно сердце ожесточается его. Нам не надо об этом рассуждать. Это запредельно далеко. Якова я возлюбил и Савва возненавидел. Когда они родились еще. Они не родились. А в чем вы, когда он не родился, Света не видел, маму не видел. Но Господь и Савва я возненавидел до прежнего рождения. А Якова возлюбил. Он же предузнал и предопределил. Он же наперед предузнает. Он же узнает у Бога все в одном мгновении. А у нас сегодня, завтра, послезавтра. И как апостол Павел объясняет все. Но вот когда коснулся этот вопрос и говорит, за что же тогда осуждает? Люди задают. Апостол Павел говорит, а ты кто что споришь с Богом? То есть молчать. И все. Златовус говорит, Павел, апостол, криком оборвал этот вопрос. Не проникай в это. У нас семья. Отец без руки был с фронта. У нас семья 10 человек. 5 братьев, 5 сестер. Старший брат, между нами был еще один, он умер. А старший брат Самуил. Он на 5 лет старше меня. Он умел все делать. Ну все. А я ничего не умел делать. И я его любил. Он лыжи сделает. Вот эту рушилку, пшеницу разрушит. Кашу там. Радио проведет в баню. Я по сегодняшний день не знаю как. И я его любил. А он меня и бил, и обманывал. А для меня это ничего не значило. Я его так любил. Я заглядывался на него. Какой же у меня брат. Он все умеет делать. Он мне что угодно сделает. И вот с этим моим братом такая история. Он обманывал маму. Он курил. Если мама спросит, его курила нет. Нет. А я стою рядом. И мать на меня смотрит. А я стою вот так. У меня вот так все-таки. Вот как же так он маму обманывает. И мать по мне узнавала его, что он врет. У меня чувство справедливости, правды было щемяще болезненным. Он говорит неправду у меня. Я бы сказал, что врет он. Как же я скажу, когда я его люблю. И вижу, что он маму-то обманывает. Я ничего. Я стою только руки сложу. Вот так и слезы, хоть мать знала. Он обманывает. Она уже ничего не трогала. Вот эти сырчики бывают. Творог со сметаной. Зимой их олябушками делает. И замораживает. А потом размораживает дают. А пост идет рождественский. И брат идет, он успех в карман поел. Мне я никогда не буду. Ни разу не нарушил. Мне пять лет, ему десять. Я ни разу не нарушил пост. Это избранищество. А его это нужно никакой не было. Он курит, а я не курю. Он боится, что я скажу. Они с братом меня повалили вдвоем. С двоюродным. В рот папироса, а нос зажали. Я дыхнул. Вот теперь ты не скажешь, что ты тоже курил. Я так понимаю, я курил, уже в жаловсе нельзя. Это в человеке. Это богоизбранищество. И сказать, я тебе говорю, а ты не принимаешь, он не избран. Но ему есть возможность открыть сердце. Он не старается. Вот я никогда человека не пытаюсь переубеждать. Когда люди говорят, а что споришь? Я говорю, я ни разу в жизни не спорил. В жизни не спорил. Я знаю истину. Вот я ему сказал, а он говорит, а бывает там возразишь где-то, это не спор. Кто знает, он возвещает истину. Написано, и спорили парисеи с учениками. Но ученики не спорили. Ну бывает драка была. Драка, когда я тебя, ты меня. А когда только ты меня, то это называется избиение. Это не драка. Но я сложил руки. Какая драка-то? Драки нету. Есть избиение. Поэтому, кто знает истину, он возвещает ее. А кто не знает, тот спорит. Я доводы могу сделать на все несогласия где-то. Но я не спорю. Я даю новые доводы, доказы. Не принимают, я все отступаю. Вижу, ему закрыто, ему это непонятно. Ты согласна? Прости. Твое мнение по поводу этого вопроса. Так что, Бог может кого-то избрать, кого-то не избрать? Так там написано же, предузнал. Он же наперед знает, что из тебя получится. Он наперед знал, какой будет Яков, какой будет Исаус. Но мы-то не знаем. И поэтому мы должны делать добро каждому. И вы выгребали червей. Все. Святые ваши руки благоухают. Благоухают ароматом небесной работы. Нет, ну не это наш. Наш уж не это. Ребят, я говорю, вы никогда не... А там не проникнуть. Почему он пошел? Это его среда. Наркоман помогли ему, встали, смотришь, он опять свихнулся. Вот возвращается из тюрьмы. Им помогают, при храме работают. Но вот еще один освободился, к нему пришел. Они эти шубы пропили и на попа набросили, и чуть не убили. Он пришел, говорит, что с ними делать? А был такой секретарь у Златоуста Прокола. Он говорит, владыка, жезлом прогони всех от себя. Палкой их отсюда гони. То есть, их не исправить. Не исправить. Но ты делай добро постоянно. Хотя бы тысячи крат. Но смотри, кому делаешь. А наипаще своим поверь. Слышишь, у меня так хорошо. Со мной плохо людям, а мне так хорошо. Я не встреваю ни в разговоры, ни где все время вздумаю, пишу. Мне нужды нету. Дырка в перепонке сделана. Где-то повреждение было. Я вас слышу, разговариваю. Что еще надо? А когда у меня наушники, я где-то по телефону говорю, я все слышу. Это называется шепотная речь. Недостаток. Это совсем незначительный. У нее тоже. Она тоже не слышит. Так, время ночное, мы уходим. Куда уходите? Продолжение следует...